Приветствую Вас! Хочется прежде чем начать ответ на Ваш вопрос, сделать небольшое такое уточнение, что каждый человек, он по звуку ему проявляет равнодушие и неравнодушие. И если Вы хотите для себя получить максимально полный, подробный ответ о том, какие негласные сигналы говорят о том, что мужчина к Вам неравнодушен, то желательно Вы получить как можно больше информации о том, что за человек с Вами. О каком мужчине с точки зрения характеристики личности идет речь? Потому что вот пока не очень это понятно. А раз не очень понятно это, значит очень может быть, что рекомендация окажется слишком, ну, общей, слишком общей, слишком обширной. И она Вам не поможет. И Вы останетесь недовольны ею. А значит останетесь недовольны и работают экспертов. Это первый момент. Второй момент. Поскольку Вы не уточнили, какой мужчина, какие у него характерные есть личности, например, и так далее, то я постараюсь ответить Вам в самой общей форме, насколько, насколько это возможно, исходя из, например, той информации, которую Вы предоставили. Значит, негласные сигналы о том, что мужчине Вы не интересны, что мужчина равнодушен по отношению к Вам, проявляется в отсутствии изменения поведения, когда он с Вами. То есть Вы можете видеть, например, то, как он общается с другими людьми, ну, не обязательно с женщинами, а вообще просто с другими людьми. Вы можете это наблюдать и увидите, сравните то, как он это делает с тем, как он взаимодействует с Вами. И если абсолютно никакой разницы между тем, как он общается с другими людьми и тем, как он общается с Вами нет, то, скорее всего, он к Вам равнодушен. Потому что даже если мужчина умеет, может в силах хорошо скрывать свои чувства, то все равно повышенное напряжение, например, повышенное общение, то есть более ярко выраженное общительное. Все вот это, все вот это наведет Вас на мысль о том, что, может быть, он к Вам все-таки неравнодушен. Но до тех пор, пока подобного нет, нельзя, к сожалению, говорить о том, что он к Вам равнодушен. Дальше, смотрите на то, как он общается с Вами. Пытается ли он как-то выглядеть перед Вами в определенном ключе, в определенном стиле, в определенном ракурсе, определенным образом и так далее. Потому что если нет, то это тоже означает, что, собственно говоря, мужчине Вы неинтересны. Я бы сказал, что мужчине, которому женщина интересна, важно заинтересовать ее собой. Важно, чтобы она увидела его таким, каким он хочет ей казаться. Если ничего подобного Вы не замечаете от человека, то, соответственно, и нельзя говорить о том, что как-то как-либо мужчина выинтересуется. Конечно, еще раз повторюсь, что есть очень много моментов, связанных как-то с какими-то индивидуальными особенностями. Например, бывает так, что человек со всеми людьми общается нормально, хорошо, идеально. Он с ними открыт, он с ними доброжелательный и так далее. А с Вами вот такая ситуация, что этого нет. И тогда это уже индивидуальная особенность человека. Так же, на неравнобучие к Вам могло бы указать то, насколько активно он ведет себя по отношению к Вам. То есть, готов ли он Вам помочь, если да, то как. Готов ли он общаться с Вами на какие-то темы, не связанные с чем-то, что объединяет Вас и с чем-то, что делает Вас ближе. То есть, например, если Вы коллеги по работе, то, соответственно, готов ли он разговаривать с Вами о чем-то, кроме работы. То есть, ситуация заключается в том, что Вам нужно увидеть, есть ли, есть ли различия между тем, как мужчина себя ведет с другими и тем, как он ведет себя с Вами. Чувствуете ли Вы, например, его напряжение рядом с Вами? И если да, то тогда даже если внешне вербально и невербально мужчина ведет себя так же, то это значит только лишь, что человек тщательно скрывает это. Вы можете задать определенный вопрос, но, а вот предположим, что он вообще человек скрытный и скрывает свои эмоции, свои переживания ото всех. То есть, никто никогда не видел его ярких эмоций. Как мне тогда определить? В этом случае только лишь наблюдение Вам поможет. То есть, чем больше Вы наблюдаете за человеком, тем больше Вы его узнаете, тем, соответственно, больше у Вас шансов заметить какие-то едва-едва уловимые действия с его стороны, которые бы навели Вас на мысль о том, что вот так он проявляет, там, свою неравнодушу. Допустим, мужчина совершенно спокойно может общаться, там, с коллегой со своим, со своим, да, и, например, с начальником. То есть, общение идет абсолютно ровно так же, как со всеми остальными. Мужчины никак вроде бы их не выделяют. Но после общения с начальником, мужчина завершает ряд поведенческих операций, которые не совсем для него характерны. При этом он так же ведет себя, у него такое же лицо, он спокойно общается со всеми. Но действия, которые он делает, как бы говорят о том, что нервное равновесие у мужчины было нарушено. Это вам поможет только наблюдение. Пожалуй, все. На этом то, что можно было сказать в общем виде про негласные сигналы, наверное, мной лично было сказано, если вам нужна большая конкретика, то я думаю, вы можете обратиться или к любому эксперту на нашем ресурсе, либо вы можете сделать примерно так. Вы можете дополнить свой вопрос еще раз, описав мужчину, о котором идет речь, или о нескольких мужчинах, о которых идет речь. Тогда мы дадим уже более конкретную оценку того, что может для него быть проявлением равнодушия и неравнодушия к вам. Соответственно, если вы дополните свой вопрос, пожалуйста, напишите мне в личку о том, что вы это сделали, дабы я прочитал и, может быть, также дополнил бы свой ответ. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи!